Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. И сегодня нашим спикером будет Максим Машков и его вебинар «Место электронной библиотеки в современном медийном пространстве». В самом начале нашего чата я разместил несколько ссылок. Я надеюсь, вы сами разберетесь. Это ссылки на наш основной сайт, на наше расписание, где можно зарегистрироваться. Ссылка на запись нашего вебинара, на записи наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется, и он появится в сети через некоторое время на нашем канале. Предложение наших онлайн-курсов, ну и место, где можно будет приобрести сертификат. Не буду сейчас отрывать ваше внимание. Максим сделал PDF-файл, который вы можете скачать, а я быстренько переделал его в презентацию. Если вам интересно, вы ее тоже можете скачать. Это тезисно. Максим сейчас сам решит, как ему удобно говорить, либо по презентации, либо по своему PDF-файлу. По презентации, ну, немножко крупнее будет, но посмотрим, как это будет удобнее. Если вы хотите скачать, можете скачать и то, и другое в разделе ресурсы, как это обычно с нами и бывает. Итак, я единственное, что я хотел бы сделать, это представить еще наши вебинары будущие. Одну минуточку. Три следующих вебинара, которые состоятся у нас в межпраздничную неделю. И сейчас я дам в чате ссылки на эти вебинары в самом конце чата. 6 числа у нас наша постоянная ведущая Наталья Логачева со своим циклом вебинаров про подготовку диссертации. Вебинар в 12 часов 6 мая называется «Читать или не читать? Мониторинг чужих авторефератов и диссертаций». 7 числа в 16 часов, обращая внимание, Марина Орешко с вебинаром «Хороши все жанры, кроме скучного. Игры и викторины в библиотеке». Ну и 8 числа Виталий Цигельный в 12.00 по Москве «Лучшие инструменты для проведения индивидуальных занятий в режиме реального времени». Я не хочу больше занимать время у Максима и приглашаю его в эфир. Максим, прошу. Доброе утро. Это Максим Машков. Я пытаюсь выйти на связь из дома. Включить картинку. Наедешь, что меня тоже видно. Здравствуйте все присутствующие. Хорошо. Да, у нас времени на все это мероприятие. То есть, когда мы должны закончить? Максим, среднее время у нас час, но вы можете ориентироваться только на него, как считаете нужным. То есть, используйте столько, сколько нужно. У нас нет ограничений. Окей, понятно. К сожалению, а может быть, к счастью, меня не предупредили, что тут будут просто огромное количество библиотекарей. Поэтому тезисы, которые я писал, писались просто для людей, которые просто люди и просто читатели. Вот поэтому план разговора, который я себе составил и написал в виде PDF, я его, конечно, выложил, но сдается мне, что его можно по ходу дела сместить, подвинуть, поправить или дополнить, если вы дадите мне хоть какие-нибудь наводки, что вас на самом деле интересует и зачем вы сюда ко мне пришли. Поэтому не стесняйтесь, либо в чат, либо в вопросы к этому чату накидайте каких-нибудь тезисов, что вас интересует, кроме слова «добрый день», и я буду по ним ориентироваться и вносить поправки. А пока все равно же вопросов нет, кроме того, есть у нас звук или нет, звук есть, я его произвожу. И давайте начнем, пока я начну говорить просто для людей с улицы, которые там библиотекари они или нет, по ходу дела сориентируемся. Так, тема нашего вебинара, как я объявил, место электронной библиотеки в медийном пространстве, давайте вернемся чуть-чуть в прошлое, на много лет назад. Как мне представлялось, какая должна быть библиотека, когда я об этом задумывался впервые? Дело было примерно 25 лет назад, в 1990 каких-то годах, когда я начал на компьютерах работать и собирать там маленькую электронную библиотеку для себя, которая потом превратилась в библиотеку в интернете, которая стала потом библиотекой Машкова, ну и так далее. Вот сейчас, по прошествии 25 лет, как бы я сейчас представлял или считал бы, какой должна быть наша библиотека идеальная во всемирном масштабе. То есть, что нам нужно, какая библиотека нужна нам и что нам для этого вообще нужно иметь и получить. Итак, часть первая. Давайте я забуду про книжки, потому что книжками занимаются настоящие библиотекари. Я буду решать свою задачу, как накормить книжками читателей, которые вдруг приобщились к компьютерам, когда-то, сколько-то лет назад. Итак, я вдруг выяснил, что книжку можно хранить в электронном виде. Ее можно оцифровать в виде файла, разместить на веб-сервере и с этого веб-сервера книжку предоставлять всем желающим. Ну вот, собственно, если подходить к библиотеке именно так, как место, где собраны книжки на сервере, вот это, наверное, была бы идеальная библиотека, если бы нам не мешало правительство, погода, дураки, дороги, законодательство, деньги и все остальное. Какая бы библиотека могла бы быть и какая бы она получилась. Так представьте, что мы собрали все книжки на свете. Книжек на свете всего очень оценочно можно окидать, что речь идет о нескольких миллионах наименований, если мы берем не очень серьезную, но уже около государственную библиотеку. Если подойти к делу ответственнее и серьезнее, то, наверное, в 10, 20, 30, 50, ну в крайнем случае 100 миллионов наименований литературных, художественных и книжных произведений мы можем уложиться. Размер одной книжки, такого среднего томика страницы на 600, при простой цифровке в электронный файл, книжка займет где-то около мегабайта. Вот и представьте, что нам нужно, чтобы разместить эти 100 миллионов файлов по одному мегабайту каждый. Нам нужен сервер, давайте считать. На современный терабайтный диск помещается примерно миллион мегабайтных файлов. Мегабайтные диски уже много лет не выпускаются, сейчас пошли в продажу 8 терабайтные, 10 терабайтные. Просто берем калькулятор и умножаем. Миллион, 10 терабайтные диски, это 10 миллионов файлов. Берем сервер побольше компьютеров, в который можно ватнуть этих дисков побольше, ну например, 8 или 10 штук. Получается 10-10 терабайтных дисков. Нам хватит на то, чтобы поместить 100 миллионов файлов по одному мегабайту. Вот прикиньте масштабы бедствия. Один единственный сервер с 10 какими-то дисками, которые куплены за довольно смешные деньги. То есть один диск сейчас стоит несколько сотен долларов. Сам сервер, на котором все это лежит, стоит несколько тысяч долларов. Если очень хорошо заниматься вопросом и сходить в магазин подороже, понадежнее и так далее, все продублировать и купить, чтобы работало подольше, мы все равно уложимся где-то в 20-30, ну 50 тысяч долларов, если купим два таких сервера. Так вот смотрите, один-два сервера поместят все книги в мире. Если у вас возникнут проблемы или вопросы, как хранить книжки не просто текстовые, на которых достаточно одного мегабайта объема, а богатые, с картинками, с PDF-ами, социфровкой и всем остальным, эти книжки будут весить в 50 раз больше. Соответственно под это дело мы можем купить сервер, в котором помещается не 10 дисков, а 20, купить таких серверов 10 или 20 штук, уложиться уже не в 20 тысяч долларов за сервер, а в полмиллиона долларов, и все равно мы поместим это все вообще, все и целиком. То есть нам нужен один сервер, ну или там 30-50 серверов, на которых все книжки в мире поместятся. Кто имел дело с современными правительствами, организациями, банками, знает, что там у них любой дата-центр, который обслуживает какую-нибудь там подсистему, содержит гораздо больше объемов и обходится им в десятки в сотни раз дороже вся эта система. Часть вторая. Хранить можно за копейки. Часть вторая. Как раздать? Раздавать надо по интернету, по сети. Давайте считать точно так же. В современных серверах уже присутствуют сетевые платы, работающие на скорости 10 гигабитов. 10 гигабитов это гигабайт в секунду, или тысяча мегабайтов за секунду. Умножаем эти тысячи мегабайтов в секунду. Тысяча книжек в секунду может раздать с этого файла. На час получаем 3,5 миллиона книжек в час. Умножаем на 20, получаем 80 миллионов книжек. Ну вот, соответственно, представьте. Один сервер может содержать все книжки мира. С одного сервера, если брать эти книжки со скоростью 1 книжку в секунду, как раз его сетевого интерфейса хватит. И хватит, чтобы раздать за сутки 80 миллионов книг. Если у нас в библиотеку придут 80 миллионов читателей, то за день мы их всех обслужим. Я надеюсь, что одной книжки на день им хватит, поэтому чаще, чем раз в день они к нам приходить не будут. Вот мы, собственно, очертили масштабы бедствия. Для того, чтобы собрать все книжки мира и раздать их всем читателям страны, если они будут ходить за книжками не 3 раза в год, как нам говорит идеальный подсказывающий от каждой день, нам хватит на это все копеечных совершенно организаций, копеечных серверных частей и всего остального. Вот от этого и надо плясать. Поэтому в моей голове идеальная электронная библиотека, сервер, который можно купить за деньги частного человека, одного единственного, даже не библиотеки, не госпредприятия, а просто какого-нибудь любителя, собрать, не знаю как, и раздавать всем желающим тоже за довольно смешные деньги. Вот. Вот от этого и будем плясать. То есть нам достаточно одного сервера, чтобы все содержать и все всем раздать. Вот дальше, после этого уже надо задавать совсем серьезные вопросы. Вот тут я уже вижу слова про облачное хранение и все такое. Господа, облачное хранение это такая химера, которая, собственно, что это такое? Это десятки, сотни серверов в интернете, на которых где-то чего-то лежит. Ну, как бы поймите, если у вас все помещается на одном сервере, но хотите разместить это в облаках на тысячи серверов, вы просто в тысячу раз увеличите, ну, во-первых, стоимость, во-вторых, надежность, доступность и все остальное. Но принципиально от этого задача не облегчится, не упростится, ничего не изменится. То есть я готов принятие облака как средство распределения контекста, контента, содержимого. Они просто в реальной жизни не нужны. Один сервер может все раздать. Вот дальше вопрос надежности, блокируемости всего остального, это другие вопросы, которые надо задавать не менее. Облако хорошо, но даже облако нам тут не нужно. Вот. Итак. Ну и, соответственно, вот поскольку все, что я сказал, в силах содержать одному человеку, поднять, то я, собственно, и начал заниматься этим делом, потому что для меня всегда было проблемой участвовать в процессах, которых я не контролирую и не понимаю. А когда ты все понимаешь, как там, что делать, и ты можешь все сделать своими руками от начала до конца, то есть пойти купить в магазине сервер, оцифровать книжку, разместить и сделать так, чтобы она была доступна, то все это доступно одному человеку, не только мне. Сейчас этих электронных библиотек в стране нет сотни и тысячи. А мы пока давайте, как бы, там, пофантазируем о проблемах, которые возникают, когда вы имеете дело с электронной библиотекой. Итак, где хранить? Вопрос решен, как бы тут вопросов нет. Большой сервер с большими дисками, и там поместится все. А вот следующий вопрос, который возникает, это гораздо более болезненный вопрос. В каком формате мы будем хранить эти файлы? Смотрите, просто художественная книжка. Это просто текст из буквы кваски формате. Там для хранения такой книжки достаточно мегабайта на толстый томик. Да, конечно, в этом тексте есть заголовки, курсив, сноски и все остальное. Поэтому простейший вариант хранения текста просто текстовая кодировка. Ну, как бы, не совсем подходит. Мы почти сразу проваливаем все, что нам нужно на кодировку текстового файла с какой-нибудь разметкой, которой хватит, чтобы передать содержимое стандартной книжки. Для этого подойдет формат HTML, прекрасно подходит, причем самый древний HTML формат. Для этого, в принципе, могут подойти форматы каких-нибудь ворд-процессоров типа DOC, DOCX, DOC-RTF, лексиконовские, чеврайтерские раскраски, которые объема файла не увеличивают и в состоянии всю литературу именно художественную применять целиком и полностью. Но как только мы забываем про художественную литературу, у нас кроме литературы есть научные статьи, у нас есть документация, у нас есть компьютерная документация, где в книжке вставляются иллюстрации, диаграммы, графики и таблицы, все становится гораздо сложнее и почти нерешаемо. У нас есть математики, физики, химики, у которых есть графики, формулы, у нас есть химики, у которых есть химические формулы, у нас есть финансисты, у которых есть таблицы, там всякие спреды, графики, пирожки и все остальное. И вдруг становится понятно, что непонятно, на чем все это делать. Потому что математики для своих книг изобрели специальный формат тех, латех, химики на формате математиков взяли текст, допилили его, доделали систему публикации формул химических. У финансистов своя история, им вообще говоря, просто обыкновенный текст не пригоден, им очень часто нужны просто вставленные в текст таблички, которые сами умеют считать. У нас есть учебники для всех в дисциплине на свете, у нас есть музыканты, у которых есть ноты. И к чему мы приплываем? Мы приплываем на самом деле к решению, которое я не знаю совсем. Идеальная мысль иметь какой-то универсальный формат, который подходит для них, для всех. Но черт возьми, куда вы засунете ноты с пометками, со всем остальным, куда вы засунете химические формулы и обычные статьи. То есть уже на уровне... Просто посмотреть, что мы туда кладем, все это вот как-то вот совершенно дико смотрится. Ну и, соответственно, смотрите, получается, что либо вы отказываетесь от универсального формата совсем и переходите к мыслям, что вот этих мы будем хранить математиков в фалатехе, физиков будем хранить в PDF, химиков в читехе, финансистов в электронных таблицах, учебники, картинки в каких-нибудь там богатых форматах, типа настроек на HTML с музыкантами, отдельная история. Тут же добавьте, что библиотека захочет довольно скоро собрать ведь не только книжки, брошюры, но и новые богатые рич форматы с мультимедиа, со звуком, с аудиокнижками и вот это вот все. И вот как бы вы вставите в это место и смотрите, а мне-то чего делать? Библиотеку, которая все это должен принять. Ну, единственное, что приходит в голову здесь, который хоть как-то разруливает проблему, брать книжки в разных форматах. И для приема этих разных форматов просто предусмотреть то, что сейчас программисты и айтишники называются хранение, как называется, сервера, которые хранят все. Вот, в принципе, если это все можно превратить в файл, давайте просто создадим сервер, который хранит файлы, не думая, что там внутри сидится. Но даже это плохо, потому что современные книжки или мультимедиа проекты, это часто DVD или программы, которые не должны просто лежать, они становятся доступны. Короче, формат, в котором хранить, задача нерешаемая или решаемая под совершенно частные случаи. Если вы хотите ограничиться только математикой или только литературой, отлично, мы тут же все себе упрощаем в десятки, в сотни раз и идем осчастливать своей библиотекой только математиков. Хранение в разных форматах. Это тут же страшнейшая головная боль о том, что нам же это еще надо людям раздать. Как бы мы об этом поговорим. Но разные форматы, с ними даже у себя в хранении работать сложно. Из любого файла надо регулярно доставать информацию, то, что называется книжная карточка, учетные данные на книжке, кто автор, кто соавтор, кто редактор, кто переводчик, когда было напечатано. И вот из всех этих форматов, десятков и тысяч, у нас решений нет. Да, давайте как бы вспомним, что очень многие, когда берут книжки, они не берут формат оцифровки с распознаванием, а просто берут картинки со сканированной литературой. Вот меня просили друзья-кодировщики, у которых болит голова, сказать, что в Англии ружья кирпичом не чистят, а в библиотеках современных есть совершенно преступное деяние. Они сканируют книжки в формате 300 ДПИ. Вот, господа, для работы с текстом в дальнейшем, для распознания каких-то проблем и всего остального, 300 ДПИ натурально уже не хватает. Это технический предел, на котором сканер распознания и понимания формата может начинать сбоить. Раз, и возникают большие проблемы с масштабированием изображения, которое иногда может потребоваться. В общем, не знаю, кому приказать, попросить. Может быть, вы запомните. Книжки надо сканировать в формате 600 ДПИ, к этому прямо сейчас идти. 600 ДПИ, запомните это, просят мои друзья-сканировщики. Что, конечно же, увеличит объем хранения еще в 4 раза по сравнению с тем, что у нас было. Спасибо. В любом случае, формат хранения предполагает, как бы, из того формата, который ты принял, возникновение его описательных свойств, сигнатуры, атрибуты, которые надо производить. Это отдельная жесткая головная борь для программистов и разработчиков, как из файлов вытаскивать это все. Потому что вытаскивать придется и делать это либо вручную, при заявленном мечте собрать 100 миллионов книжек, это для одного человека неработоспособная задача, либо писать тысячи алгоритмов для работы с разными непредставленными форматами, что тоже, в общем, почти нерешаемая задача. Поехали дальше. Мы тут в каком формате хранить, я так и не ответил на вопрос. Ну, кроме как громоздить универсальное хранение, которое нам все это дело создаст. Часть следующая. Где брать книжки для своей универсальной библиотеки? Когда я в детстве, то есть 25 лет назад, мечтал и делал библиотеку, и думал, что она во что-то выразится, у меня была простейшая тогда отлично действующая модель. Тогда не было интернета большого, про его существование почти никто не знал. В сети тусовались несколько десятков тысяч маргиналов, которые наконец к интернету добрались. Вокруг ходили миллионы людей, которые смотрели телевизор и ничего про интернет не знали, а мы там как партизаны в этом интернете работали, думая, что интернет это новое будущее, как когда-то телевидение по сравнению с театром и кино. Так вот, в те времена, не зная о существовании авторского права и проблем, которые с ними были, у меня были простые идеи. Нам нужно собрать все книжки, давайте их соберем, выложим на сервер и раздадим читателям. Читатели придут, скажут спасибо. Так вот, читатели в библиотеку приходили, а они приходили с новыми книжками. Одна из главных задач, где взять книжки, у меня решалась очень просто. В библиотеку приходили тысячи людей, которые брали книжки почитать. Некоторые из них буквально десятки, то есть даже о сотнях речь не сла, но десятки из этих тысяч и десятков тысяч книжки имели у себя в виде файлов, а некоторые из них их умели сканировать. Они их сканировали, цифровали, присылали книжки. И вот эта вот библиотека с обратной связью, куда приходят читатели, чтобы книжки почитать, и многие из них приносят новые книжки, увеличивая ее объем, за этот счет туда приходят больше читателей, находят там еще больше книжек, привлекая всех остальных. Вот этот снежный ком, который наматывался сам на себя, работал годами. И в годы расцвета моей библиотеки она собирала по несколько книг в день, как бы иногда были дни, когда мне приходилось обрабатывать по 10, по 20, по 15, по 30 новых книжек. Иногда бывало и больше. И вот как бы я для себя там прикинул, что в принципе технически я там могу положить жизнь, но 100 книжек в день обработаю. На меня этого хватало. Приму, преобразую, размещу, подпишу, выделю из него атрибуты и поставлю в библиотеке. На 100 книжек в день меня хватит. А дальше читаем то же самое. 300 дней по 100 книжек в день. 10 лет это 300 тысяч книжек. Прошло 25 лет. Если бы все это работало, у нас было бы сейчас около миллиона книжек, которые принесли нам читатели вот просто так. как бы на пустом месте из ниоткуда. И это никому ничего не стоило, кроме там одной прожитой жизни библиотекаря на приеме и многих там десятков миллионов часов рабочего времени, которые потратили ну тысячи читателей, которые там сканировали. Но на каждого читателя приходилось там ну несколько часов. Там потратил ты на книжку 3, 5, 10 часов, чтобы ее оцифровать, отсканировать один. Если у нас 100 миллионов читателей потенциально в стране могли бы этих книжек и прислать. Вот. Так вот, собственно, вот эта вот схема. Читатели присылают, мы их принимаем. Она, в принципе, могла бы спасти, решить нашу всю задачу по сбору вот этой самой великой идеальной библиотеки. Но где-то в 2005-2008 году вся эта история кончилась, потому что мы узнали, что есть авторское право. Авторское право не велит и запрещает заниматься тем, чем мы занимаемся. И тем, чем занимаются наши библиотеки, в общем, тоже в широком смысле относительно автора права запрещено, или полу запрещено, или там куча ограничений. И идея, что нам принесут книжки читатели, она как бы заткнулась и умерла. Пошла в ход вторая идея. Пускай книжки нам принесут писатели. Это вот вторая половина моего доклада, который я собирался толкнуть. Одна из главных идей, что люди любят писать, люди любят, чтобы их читали. Вот вместо того, чтобы пробиваться по издательствам, чтобы они книжки приносили и толкали в издательство, а потом мы их сканировали. Пускай они приносят их в интернет, размещают сами. Сами размещают на том же самом сервере самостоятельно и будут читать точно так же. Вот эта вот система, авторская самоподача произведений, она довольно много лет работала и превратилась в то, что сейчас называется современная интернетовская литература. Я к ней вернусь через какое-то время, потому что это вот наше, к сожалению, единственное будущее. Ну, а вопрос, где брать книги? Как бы книги нужно сканировать. Вопрос, кто читателей мы отвергли, потому что книжку, которую читатель сосканировал, мы сдали в библиотеку, а потом нам запрещают этому же читателю ее показать. Нам их никто больше сканировать не будет. Давайте это примем. За сканирование книжек может заплатить государство, может заплатить какая-нибудь коммерческая структура или хотя бы эти самые меценаты, которые все это оплачивают, но с какой стати. Следующая часть. Если принять соответствующее законодательство, то книжки могут присылать в электронной форме издательства. Им просто выкрутят руки, примут закон, впишут в условия лицензии, будут сдавать как миленькие, ровно так же, как сейчас они сдают в книжную палату обязательные книжные экземпляры, 15 штук, если меня память не изменяет. Насколько я знаю, какие-то попытки и сдвиги в этом направлении делались и делаются, но пока оно как-то очень странно работает. И даже те издательства, которые свои книжки сдают, они сдают их в черт знает каком формате, черт знает кому, черт знает куда, и никто толком особо не контролирует, что прислали и есть ли это. Даже то, что сдают, потом не обрабатывают и не принимают. Здесь вот огромное поле для деятельности, встать, разобраться и как бы хочешь как-то навести порядок, оставив это за теми, кто в это будет готов работать. Итак, вторая усложняющая часть, что называется, где брать книги. Даже если тебе книги поставляет издательство по приказу, один из вопросов, вы помните, в каком формате мы храним? У нас есть еще одна проблема, в каком формате нас сдают. Формат хранения это одно, формат, в котором работает издательство, совсем другое, это третий формат. А те, кто думают, что вот сейчас издательство сделало PDF и отдало нам этот PDF, так вот черт возьми, PDF, который нужен для электронной работы, и PDF, который нужен издательству для печати, это два разных PDF. Они по-разному должны форматироваться, они должны владать новыми свойствами, потому что у издательства цветоделения и подлист бумаги белого цвета, конкретного формата, а у электронного сервера будет задача взять этот PDF и показать читателю на компьютере с разным размером экрана, с разным разрешением, на планшет с разным размером экрана и с разным ДПИ, на мобильный телефон с маленьким экраном, на электронную книжку. И вот тут выясняется, что PDF издательские подпечатки под обработку, раздачу в электронной форме это совершенно разные PDF, их надо целиком все переделывать, а иногда это даже и невозможно, если это что-то теряется. А еще бывает, что там издательство печатает книжку, потом в электронную форму я просто подпихаю, сканер, делает какие-то там фотки в разрешении 300 ДПИ и с гнутыми листами и со всем остальным и в таком виде тоже поставляют, это тоже электронная форма, черт возьми. Плюс история про то, что 300 ДПИ это мало для электронной же формы, для хоть какого-нибудь будущего, это значит, что все, что в 300 ДПИ напечатали, вы будете переделывать своими же собственными руками или внуки ваши будут переделывать, к сожалению, это научный факт. Не за кадром остается вопрос, который не очень сложный, но какие книжки вообще брать в библиотеку, какие не брать. Если библиотека, конечно, идеальная, то надо брать вообще все, вообще все, но как только вы включите голову, книжки есть графоманские, книжки написанные сумасшедшими, книжки написанные моральными уродами, маркизом Десадом, например. И ладно бы маркизом Десада, а то совершенно натуральными, настоящими извращенцами, террористами, пропагандистами, религиозными маньяками и всем остальным. Как бы вот если вдуматься, что вопрос, а действительно вы готовы морально брать все книжки на свете, он не так прост. Даже идеалист, который готов брать все книжки на свете, иногда, прочитав какие-то книжки, думает, что вообще-то есть книжки, которых не должно быть вообще, а они есть. Возьмешь ли ты книжку, которая быть не должна, в свою библиотеку? Но это все равно, что врача спрашивает, попадется в руки тебе Гитлер, будешь ты его лечить? Или, а, зарежешь, б, просто дашь помереть, или как бы там, вот ты его вылечишь, а потом он устроит Вторую мировую войну, уморив 30 миллионов человек, здесь и всех остальных. В общем, сложно с этим делом. На это дело накладывается еще Роскомнадзор, государственная тайна, вопросы персональных данных, личной неприкосновенности, потому что там есть книжки, в которых что-то про людей, которые не хотели бы, чтобы это попадали. И ладно бы олигарх, который не хочет, чтобы все знали, что он там деньги потратил или взятки давал, или там как-то ведет непозволительно роскошную жизнь. А не олигарх, а просто сосед, у которого, значит, это самое, который не хочет знать, чтобы его любовные приключения стали доступны его жене в литературной форме. И все такое. Вопрос не решается. Вот. Дальше очень кратко, совсем. Вот собрали вы все книжки в библиотеке. Отлично. Кому мы будем показывать, кто ваши читатели и откуда они будут читать. В идеальной библиотеке читать будут люди, пришедшие с улицами. Ты им будешь раздавать вообще в белый свет, как в копеечку. Но у нас есть авторские права. У нас есть вопросы, кто кому и сколько за это платят. Биллинг и все такое. И тут куча приключений под названием «Кому показывать, кому нет». Насколько я знаю, сейчас в законе о библиотечном деле и каких-то там дополнительных актах есть вот одна из решений, когда библиотека может создать свое собственное электронное хранение книжек, которые в ней хранятся своего библиотечного фонда и показывать его на территории библиотеки своим же читателям, которые пришли к тебе. Но черт возьми, вы понимаете, что это палеотивы, это не идеальная библиотека. Но в условиях, когда у нас закон вообще все может запретить, палеотивы, что хоть где-то кому-то эти книжки показывают, заставляя или форсируя все-таки сбор книжек в электронной форме, это может быть не так уж плохо. Ну и кстати, опять же, вот библиотека показывает свои книжки своим читателям, но есть же межбиблиотечный абонемент, когда книжка из библиотеки уходит по нему в другую библиотеку. Есть подписчик, который твой подписчик, но из другого города, ты ему покажешь, если он твой подписчик с твоим читательским билетом, но не на территории помещения библиотеки, а вот через интернет подписчику типа покажет, а кому-то нет. Как это решать? Как договариваться, чтобы там вас за это не засудили? Вот. Ну и соответственно, не знаю, что сказать, потому что все это упирается в деньги, кто кому и сколько плачет, кто кому и сколько должен, но вообще говоря, думаю, что решается такой вопрос, потому что там, где есть деньги, там есть как бы работающие схемы, в которых все зарабатывают, все получают, и там работа идет. И вот только вопрос доставки содержимого для нас почти не является проблемным. ВВВ. Интернет. Ставишь сервер, подключаешь к интернету, раздаешь с него, имеешь адрес, ну как-то там мелкие затыки типа Роскомнадзор запретил конкретные адреса и они попали в блок-лист. ну давайте как бы верить, что библиотека это, ну даже если и коснется, то вы библиотекаре как-нибудь это разрулите. Устройство для чтения еще одна головная боль библиотекаря, потому что то, что ты собрал файлы, черт знает в каком формате из издательств или подготовил оцифровку, потом худо-бедно преобразовал это под свои, свой или свои форматы хранения, которые у тебя тоже много, теперь потом нужно эти же файлы раздать читателям, которые не могут читать тот файл, который ты хранишь и ты должен готовить формат лично под него. У нас есть электронная версия нашего файла, который все-таки когда-то кому-то придется в том числе и печатать и это один вид данных, который есть. Их надо выдавать людям в броузер, потребителю в планшет, у которого тоже броузер, у него другой броузер, который работает хуже по-другому, под смартфон, плюс у нас есть ридеры, программные читалки под разный формат, по скрипт, по деф, под тот, под другой, и вот как бы под разное устройство чтения надо закладывать возможность генерации форматов именно под формат получателя. отдельная история, она технически решается, но это, боже мой, какая-то головная боль. И даже если ты раздаешь книжки через интернет всем остальным, определившись тем, какое устройство у нашего пользователя, то даже в этом случае отдать читателю PDF-ку или HTML-у, или EPUB, или там, я не знаю, FB2, FB3, а плюс к этому еще придумать систему DRM, если захочется торговать или как бы там держать контроль за этим файлом, это отдельная история. Ну, а дальше начинается в любой библиотеке как читатель получит свою книжку, то есть читательский интерфейс библиотеки. К сожалению, мне вот лично ужасно не нравится читательский интерфейс обыкновенных бумажных библиотек. Когда ты, они все ужасные. Вот ты приходишь, во-первых, там стоят полки с книжками, на которых серая, пестрая масса книг, где ты не понимаешь, что тебе нужно. Ты можешь их по одной хватать, вынимать, смотреть авторы или заглавия и определяться, что ты хочешь. То есть очень часто читатель библиотеки не знает, что он хочет прочитать. Он знает, что он хочет что-то почитать, такое интересное и так далее, но кого именно? И куда? Не ясно. А ему просто ставят полки с книгами, типа хватай, думай, нужно ли. А рядом есть каталог, где все отлично, где они идут по алфавиту. Ты знаешь автора, тебе скажут его фамилию, тебе скажут название книжки, ее достанут. Но ты должен знать этого автора. И вот формат, в котором ты читателю предоставишь список авторов, список книг, дальше рубрикаторы той или другой направленности, тематические и прочее, прочее. Это история, которую библиотекари решают много лет. Создали там систему Марк, создали универсальные рубрикаторы, типа ББК, УДК и там остальные. Вот. И думают, что они проблему решили вместе с этим каталогом. А я вот как читатель прихожу, и мне вот все эти циферки с точками УДКшной ничего не говорят, им не лень их учить. В формате Марк, когда я вижу, сколько там позиций, атрибутирование задается, и там, когда ты понимаешь, что один живой библиотекарь там за день в состоянии по нему оформить максимум несколько десятков книжек, а потом он зашьется, ты об этом с ужасом думаешь, а потом кто сможет этим Марком пользоваться только специально обученный человек. Это все ужас, ужас. И вот, кстати, одна из вещей, по которой электронные библиотеки сильно выигрывают у бумажных, это формат или легкость доступа к книгам, когда читатель не совсем понимает, что хочет. В конце концов, в интернете, на сайте читатель может случайно кликнуть мышкой и провалиться туда, куда угодно, и добраться до книжки буквально в два клика, даже если она ему не нужна. Короче, нам нужен рубрикатор, которым должны пользоваться все потенциальные читатели, это совершенно принципиально разные рубрикаторы, потому что ученым, аналитикам, исследователям нужен один рубрикатор, преподавателям, учащимся другой, просто читателям третий, и все это усложняется тем, что, например, рубрикаторы обычно тематические, которые раскладывают книжку по подразделению химической промышленности и вопросам производства цеха такого-то литья, они хорошо каталогизируют, но всю художественную литературу они сваливают в одну кучу, а это 80% книг, там типа фантастика, проза, поэзия и все. А для обычных читателей на этом все только и начинается, потому что проза, поэзия, фантастика это хорошо, дальше ему нужно, там особенно любители фантастики, представляю, одному нужно, чтобы там гномики бегали, кому-то нужно, чтобы лазерными мечами махали, а потом еще куча всяких фантастических слов, которые сейчас тоже работают, играют, и ни один готовый рубрикатор под это дело не заточен, а было бы неплохо, и электронные книжки это могут сделать. Нам также нужны рейтинги, как раз по поводу выбора книжек, и рейтинги, которые расставляют книжки, особенно сотни миллионов, или хотя бы десятки миллионов книжек по рангу, чтобы читать лучше, интереснее и так далее, это очень веселая задача, которая ни черта не решается. Рейтинг, в котором оценивается литературное качество книжки, ну допустим, прочел читатель, поставил за книжку 10 баллов, или 1, или 5, потом мы это все просуммировали, получили на каждую книжку ее рейтинг, расставили книжки по рейтингу, и пошли их смотреть. К сожалению, общий рейтинг, в котором все вместе оценивают книжку, он очень недостоверен, потому что оценивают все, а читатели сильно индивидуализированы. Поэтому читателю нужен личный рейтинг, его собственный, который лично для него, а таких не бывает, потому что он книжек не читал. Была попытка развернуть систему коллаборативных рейтингов, когда на базе индивидуальных рейтингов, когда отдельные читатели оценивают целые массивы книг, потом эти данные аккумулируются, из подборок подбираются, ну скажем так, схожие, похожие, по какой-то там математической модели, оценки примерно похожего набора книг, и, соответственно, мы после этого пользователя, читателя можем разделить на группы, а уже в этой группе выдавать ему общий рейтинг именно этой группы в надежде, что он лучше подойдет по читателю, чем просто универсальный общий, где все любят Талгу Погачева, все любят Розенбаума и Владимирский Централ, а ему, может быть, нужна там свиной хрящик, а ни в коем случае не попадья. Так вот, проблема любых рейтингов, отдельная наука, в том числе и коллаборативных, которые тоже оказались нерешением, ибо они лажают. Но времени на это обсудить, наверное, у меня нет, но я это для себя давно установил, что все рейтинги лгут, ровно так же, как коллекции лайков, все рейтинги подвержены подкупу, накруткам, что нам недавно программа «Голос» попыталась продемонстрировать, и все равно найдется при любом значении рейтинга найдется куча недовольных именно этим решением. Слушайте, господа, может быть, мне видео отрезать, остановить? Давайте я остановлю минуту на пять картинку. В конце концов, мою говорящую голову вы уже насмотрелись. Давайте я поговорю там какое-то время, а, ну, собственно, у нас минут пятнадцатый осталось. Я поговорю без камеры вдруг, без камеры звук получает. Вот. Ну и как бы возвращаясь от библиотеки «Идеальный», которую я когда-то себе мечтал, которая сломалась и никогда уже не получится, мы не забываем, что у нас все-таки есть государство, и библиотека – это как бы тоже под его покровительством начинается и находится. Так вот вопрос, что государство может дать библиотеке или что отнять. Вот. Ну, как бы давайте понимать, что за нашей библиотеки практически всегда платят государством, которое исходит из того, что у нас есть общество, социализация и все такое, которому библиотеки зачем-то нужны. И вот, типа, пускай в обществе будут в библиотеке место, где можно достать книжки, не покупая их. Это раз. И поэтому государство на библиотеке дает деньги. С другой стороны, государство ровно так же вводит законодательство об авторском праве, которое отлично перекрывает возможность многих библиотек собирать книги в электронной форме, что им не есть, конечно, добро. Поэтому вот история, что лучше, авторское право раз, или закон об обязательном экземпляре, или закон об электронном экземпляре, который есть, но потом позволяет книжки собрать, а потом тоже авторское право от государства запрещает эти книжки предоставлять, это оставим для отдельной темы. Пускай как бы помедитируем над этими словами и двинемся дальше. Дальше я хочу немножко рассказать про историю самознатовской литературы в Рунете, потому что идея собрать просто библиотеку из книжек, которые присылают читатели, она у меня благополучно замерла где-то в 2007 году. С тех пор я переключился на систему авторской самопубликации, которую я считал механизмом, который избавит меня от проблем с авторским правом, потому что когда автор идет в интернет и выкладывает к тебе на сайт книжку своим собственным руками, то как бы ты ее получаешь в чистом виде, с ведома автора, по его собственной воле, и вот, казалось бы, так мы соберем не все книжки на свете, к сожалению, а только авторские, но и то хорошо. Ну, а дальше с этим, конечно же, пошли проблемы и приключения. Слово «СМСДА» пришло к нам из советских времен, когда «СМСДА» был в основном диссидентский, былинный, это распространялся в слепых копиях из-под десятой закладки под пешмашинку, ксероксы, которые, прямо скажем, были под режимным использованием на фотках, на пленках и на всем остальном. Вот. К этому «СМСДА» у нас у многих сложилось такое ощущение, что это запретная литература, и она отличная литература, потому что власти скрывают. Вот. Потом у меня несколько, ну, не то чтобы изменилось, оно уточнилось, мнение об этой «СМСДА» с литературой, но факт остается фактом, когда началась перестройка и к нам вернули некоторое количество закрытых книг и фильмов, то вдруг, как бы буквально в течение двух или трех лет к нам на столы упало что-то порядка десяти или двадцати или тридцати произведений, которые преследовались, были закрыты и были очень даже неплохи. Как там, оппозиционные или там диссидентские авторы типа Аксенова, Владимова были, на мой взгляд, очень неплохими авторами. А также там закрытые книжки Платоновой и всех остальных. И вот, как бы, мысль о том, что «СМСДА» это очень здорово, она в голове-то отпечаталась с детства, с тех времен. И, а дальше начался ранний интернет, в котором тусовались просто читатели, и там существовала литературная тусовка, когда околоинтернетовские люди, которые писали повести, рассказы, их публиковали, как-то там тусовались и читали для себя и размещали где-то там, черт знает где. Вот. Раннее время существования российского интернета сопровождалось проникновением туда вот этой «СМСДА» с литературой, но не той героической, а просто обыкновенной. Люди пишут, люди выкладывают, их читают, и сам этот процесс их поднимал. Вот. Главная проблема начального «СМСДА» интернетовского была в том, что публиковаться было непонятно где. Типа делаешь свою страничку туда, кладешь себя любимого, а вот того места, где это было бы все бы все вместе собрано, вот такого не было. И такое место я и некоторые другие начали создавать вот я создал при библиотеке систему самопубликации «СМСДА» на сайте «СМСДА» в котором предоставил интерфейс, чтобы авторы сами размещали свое произведение. То есть для них это был механизм не задумываться куда класть, искать себе место для размещения, искать сайт, просто пришел, зарегистрировался, создал свой раздел и грузишь туда произведение. И туда же идут читатели, которые идут читать других соседей по сайту и тебя тоже. И вот это возникшее образование, когда на одном крупном сайте с высокой посещаемостью, который потихоньку растет, растет содержимое, которое приводит новых авторов, а для меня это в том числе как механизм сбора книжек в мою идеальную библиотеку выглядело. Вот это работало очень замечательно и удивительно. В начале 2000-х годов вот эти сайты начали возникать, мой, еще несколько других, и на них к текущему моменту собрано уже сотни тысяч авторов, миллионы литературных произведений, и посещаемость у них тоже довольно неплохая. вот этот вот смс-дат, который возник как такой отплеск на фоне электронных библиотек, это уже электронная библиотека с самоавторским заполнением. Она-то как раз и грела мою душу несколько лет подряд. Я думал, что вот на этом смс-дате мы рванем в будущее и построим все-таки идеальную библиотеку хотя бы вот по этой части. Соберем все книжки, которые пишутся здесь и сейчас, а не те, которые написаны были когда-то и которые сканировать стало некуда. Сперва смс-даты создавались вокруг вот этих начальных сайтов, а потом произошел, ну не то чтобы раскол, а возникла жанровая специализация, тусовки литературные выделялись, по образу и подобию плодились дополнительные смс-датские сайты, которые принимали на себя отдельное направление. И поэтому сейчас, если вы поиграете, покатаетесь по сети, то вы найдете там тусовку литературных писателей, которые пишут фантики, фанфики про Гарри Поттера и собираются там. Я не знаю, по Звездным Войнам и собираются в другом месте. Какой жанр не назовешь, ужайший, совершенно маленький. И под него обязательно есть полный пакет самопубликации, где есть тусовка, и они там рубят свою литературу. То есть, мега-сайты, которые собрали у себя все, мы опять развалились и ушли от них. Вместо одной библиотеки, которая пытается подтянуть под себя и сохранить все, что написано, она развалилась на десятки, сотни раздельных библиотечек самопубликационных, которых друг с другом контактирует слабо, или авторы перемещаются от одной к другой. Вот. А дальше к нам пришли социальные сети, которые сделали сразу два действия. Весьма положительные, потому что социальная сеть сшила автора со своими незнакомыми читателями, не теми, которые приходят к нему на сайт, а вот напрямую через социальную сеть его находят и дают ему интерфейс для общения, раскрутки своего проекта именно в социальной сети. Это большое благо для писателя там взаимодействовать и получить приток читателей именно от социальной сети. И второе, социальная сеть высосывала на себя огромное количество потенциальных читателей, которые как бы из большой литературы ушли сперва в самоздацкую, а потом из самоздацкой отскочили в соцсети. Очень многим людям все равно чего-то читать. И ленту фейсбука или ленту лайфджорнала или еще вконтакте какого-нибудь для них там несколько десятков минут чтения хватает. Он время, которое потратил в социальной сети, он ровно то же самое время не читал книжку. Все равно какого. А нечитанная книжка это как бы читателя тоже минус писателя. И вообще говоря, катастрофический удар нанесли в соцсети именно интернетовскому чтению. Они его зарубили там объективно где-то раза в два, три и как бы процесс продолжает стягиваться туда. То есть они оттягивают читателя на себя, замыкают на себя и читателям хватает их самих. Так, ну и как бы финальный штрих, что у нас сейчас в интернет-писательстве творится и в современной литературе. Сейчас я наблюдаю то, что ну крахом, не крахом, разрушением литературы или глобальной идеи, как бы крушением всех надежд что-то назвать сложно, но процессы довольно любопытные. Интернет-писательство, которое возникало как такое писательство за бесплатно, за идею, там, ради фана, в последние годы вдруг превратилось в коммерческий проект. Как бы мы потеряли писатели для библиотек. Вдруг возникла система торговли книжками, которая подрастала за 20 лет и наконец образовалась и вдруг писатели начали ей пользоваться. Это можно сказать, что для нас, для библиотекарей это в каком-то смысле зло, а для писателей наверное благо. В общем, процесс там был такой. Вокруг плодотворных пишущих графоманов и самодеятельных писателей всегда возникают фанатские группы читателей, которые с удовольствием читают книжки по мере того, как он их пишет. В течение последних лет очень развилась система, когда автор пописывает, читатели почитывают буквально с колес. Вот писатель пишет новую главу, размещает его, сразу читает эту главу. Он пишет следующую главу, его фанатская группа ее всю зачитывает. И когда возле такого автора крутится три или пять тысяч преданных фанатов, они каждую новую главу от нового романа ждут, обсуждают, выпрашивают и так далее. И вот на фоне этого, когда ты не в темноте пишешь книжку целиком и полностью потом выкладываешь на суд и все, а когда ты пишешь ее последовательно, у тебя забирают, выдирают каждый написанный тобой лист, возникает такая привязанность, по которой человек, который подсел на роман с продолжением, он хочет этого продолжения дальше. И вот на этой схеме, когда у тебя есть группа фанатов и есть подсевшие, которые ждут продолжения твоего романа, очень просто получить с этих читателей деньги, просто сказать в очередной момент, ребята, давайте вы мне там по рублю скинете, натурально по рублю или там по 10 рублей и следующее продолжение получите, а кто не скинет, тот не получит. И как бы буквально на глазах в течение нескольких месяцев или лет выработалась типовая схема, когда там выкладывается целый пол романа, а потом пошли главы-главы-главы, а потом с какой-то главы пошли деньги, и это стало нормальным и это расцвело. Вот. На фоне этого, как бы, кроме этого, тут же, поскольку возникли механизмы получения денег из фанатской группы такие, то дальше там подписка, когда ты просто платишь сразу какую-то сумму и тебе обещают поклянуться, что там новый роман ты получишь и следующий получишь, там деньги сейчас, роман потом или все романы потом, если деньги сейчас и так далее. И вот эта схема вдруг заработала и к счастью авторам я наблюдаю десятки и сотни людей, которые на этой схеме работают со своими читателями, напрямую собирают, потом начинают их потихонечку окучивать по деньгам и они зарабатывают на эти деньги сравнимые с обыкновенной небольшой зарплатой. есть люди, которые ушли с работы учительницы, работницы детского сада, возможно библиотекаря, которые тоже неогромные деньги приносят, перешли на то, что любят, пишут и получают неогромные деньги от продажи своих произведений, которые на них пишут просто с кадров. На этом фоне возникли сайты системы СМСДАТ, которые уже работают не под СМСДАТ, а именно под сбор денег, то есть фактически книжные магазины с системой самопубликации. И вот такие продающие СМСДАТ торговые площадки сейчас и стало нынешним направлением современной литературы. И все больше народа туда уходит и мы там их благополучно встретим. Поэтому, если вы хотите почитать что-то свежее и вам не очень жалко денег, идите туда, там вы все найдете. А для библиотек, которые собирают книжки вот так вот, время опять перепутье, сложность настала такая. Вот. В принципе, на этой вот оптимистической ноте я готов завершить свой доклад и готов поотвечать на вопросы, если вы их мне тут позадаете. тут любопытный вопрос был про мой взгляд на авторское право. Ну, давайте так, как бы, авторское право это вещь, которая объективно данная нам в ощущениях, подкрепленная всей мощью нашего государства. Поэтому, как там, говорить, какое оно плохое или хорошее, или там, мы его имеем, то, что имеем. Оно возникло не на пустом месте, оно защищает чьи-то интересы, но, как бы, идейно, авторское право возникло в каком-то смысле идеологически для того, чтобы обеспечить общество художественным продуктом. Потому что авторское право является одним из кусков инструмента по выколачиванию денег использователей этого творческого продукта и перенаправлению его к авторам в том числе. Вот. Поэтому отрицать его совсем было бы глупо. Другое дело, что в интернетовской жизни там очень много обстоятельств, при которых нынешнее авторское право играет не так, и не туда, заводит нас не туда, куда хотелось бы, вот в частности библиотекам, оно просто перекрыло глотку, задушило и не дает им возможности распространяться в той области, где они должны распространяться, в сборе электронной литературы в электронной форме и предоставлении его. Ну вот как бы давайте часть первая, что авторское право есть, примем это. Вот. А второй вопрос, какое авторское право должно было бы быть, у меня есть своя точка зрения. Если очень тезисно, тезисно ее сказать и провокативно, извините, я люблю провоцировать и немножко утрировать, то авторское право должно быть примерно таким, как бы совсем тезисным. Часть первая. Авторское право должно быть, возникать только после регистрации произведения. то есть не так, как сейчас. Ты написал, у тебя возникло авторское право. Авторское право это не то, что ты автор и имеешь на него права. Авторское право действует в тот момент, когда государственный репрессивный аппарат придет, твое авторское право для тебя обеспечено. Так вот, я за то, чтобы автор имел свое авторское право как автор, но чтобы государство начинало его защиту только после того, как он персонально автор это право у государства зарегистрировал. В конце концов, у нас, когда детей рожают, их идут, регистрировали в ЗАГСе, выдают им паспорт, они становятся гражданами и после этого их защищают. А если ты не гражданин страны, то ты как бы и защите государственного аппарата не подлежишь. Так вот, авторское право на произведение должно защищаться точно так же. Ты его зарегистрируй, получи там ID-шник, код, QR-код и что-нибудь, что ты автор именно вот этого произведения, отлично, мы после этого с тобой защищаем. Это часть первая. Часть вторая. Счастье для библиотекарей. В тот момент, когда ты регистрируешь авторское право у государства, чтобы поставить его под государственную защиту, ты обязан государству предоставить свое произведение в электронной форме на хранение в закрытый, там, я не настаиваю на то, чтобы это был открытый вариант, в закрытый фонд, но просто, чтобы оно было. Значит, у тебя произведение есть, ты получил от государства защиту, расплатись, отдай его на сохранение фонд государственный, и что называется, вот вам, здравствуйте, библиотеки, вот вам ручной поток всех произведений, которые пишут авторы, они понесут вам в руки на сохранение, и вы их там сохраните. Показать, правда, никому не сможете, или будете долго торговаться кому, за что, на каких условиях, но хотя бы вы получите электронную форму на все. Это часть вторая. Ну и третье, авторское право и защита должна быть платной. То есть, встал под защиту, как бы, плати за эту защиту налог ежегодно, или там, раз в 10 лет, там, сколько ты денег отстегнул, тебя продолжают. Ну, как бы, понятно, что не совсем жестоко это должно быть, но мораль примерно такая. Ты написал роман, отдал его в хранение государству, зарегистрировал, получил на него защиту авторских прав, ну, например, на 15 лет. Вот, 15 лет тебе хватит, чтобы издаться, обобрать своих почтенных почитателей, читателей, собрать с них денежки и защитить, чтобы никто это произведение забесплатно или там, альтернативно не продавал. 15 лет тебе хватит. Если ты продолжаешь на этом написанном произведении получать гонорары, деньги за републикацию, с тебя не убудет опять заплатить государству с этих денег ну, сколько-то. Поэтому, 15 лет прошло бесплатного права. Купи лицензию на продление. Еще 10 лет. Платишь денежек не очень много, там, тысячу рублей. Заплати. Там, можно поспорить о конкретной сумме. Она должна быть не фантастической, но такой, заметной. Тысячу рублей заплати, например, еще 10 лет себе купил. Еще раз заплатишь, еще 10 лет купил. И так, пока ты платишь, значит, оно твое, не платишь, как бы, хоп, таймер падает, твоя книжка есть в библиотеке, она попадает в собственность государства. Ну, а государство может, может быть, наверное, разрешить библиотекам дать доступ к этому произведению на каких-то условиях уже своих. Например, бесплатно, или там, в школы, или инвалидам, или для слепых, чтобы могли почитать. Это отдельный вопрос. Вот. Эта схема чем хороша? Что мы в этом случае освободим практически сразу огромное количество литературы, которая нужна нам как читателей, на которых нет никакого коммерческого спроса. Там, выморочные, без владельцев, не издающиеся, никого не интересующие романы, и повести, и книжки, они, их нельзя сканировать, потому что право без договора нельзя. Авторам на них наплевать, или их уже давно нет, и не всем наплевать. И никто не рискует с этим делом связываться на коммерческой основе. Вот при схеме, когда каждый владелец активно подтверждает свое существование, что он заинтересован в защите своего произведения живыми деньгами, которые, кстати, пойдут на оплату судов и репрессивного аппарата государства, когда она работает в рамках этого слова, это и будет работать. То есть, вот как бы три тезиса регистрировать, при регистрации сдай, получи свои 15 лет гарантированной защиты, а потом плати за продолжение. И вот тогда это будет справедливо, а мы заодно соберем опять нашу любимую огромную всемирную библиотеку для нашего общества, ради которого авторское право когда-то и было придумано. Вот, давайте глянем, может быть, есть еще какой-нибудь вопрос. Да, но я пока остаюсь кидать вопросы, а так у меня, в общем, все. Максим, посмотрите, пожалуйста, еще вопросы есть во вкладке «Вопросы» в чате. Так, вопросы есть на вкладке «Вопросы». Сейчас поглядим. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об открытом доступе, его перспективы? Ага, ну, как бы, у меня очень хорошее мнение об открытом доступе, я его всю жизнь любила и благополучно им пользуюсь. Смотрите, если мы не нарушаем авторские права, то в открытый доступ попадает, во-первых, все, что авторы сами разместили, все, что пошло в паблик-домейн, а его довольно много. Ваня Засурский, мой хороший, знакомый, работающий на журфайке МГУ, как бы, организовал общественную организацию, которая следит за авторским, за паблик-домейновским правом, и каждый год они выпускают бюллетень, в котором публикуются списки освободившихся произведений, в котором 70 лет защиты и стекло, они там всплывают из-под защиты и попадают в паблик-домейн. Типа, вот бери и сканируй, размещай и предоставляй. А вторая часть открытого доступа, это так называемый закрытый открытый доступ, который усилиями нашего Роскомнадзора уже многие научились пользоваться. То есть, торренты, VPN-ы, закрытые сети, которые позволяют ходить даже на закрытые запрещенные сайты, на которых есть содержимое, к которому не могут подступиться либо правообладатели, либо защитники этого правообладателя. Так вот, проблема, собственно, закрытого доступа к произведениям частично нивелируется наличием вот этих запрещенных сайтов типа там, рут-трекеры, фли-бусты и прочих. Они как бы балансируют в нашем обществе на уровне как бы там есть жесткое право, которое запрещает вообще все. И есть люди, которые плевать на него хотели и предоставили механизм доступа. Так вот, в интернете невозможно запретить все вообще. И поэтому надо как бы там, я не говорю договариваться надо, но это толкает нас к тому, чтобы пытаться выработать более цивилизованную модель, в которой все-таки предоставление информации и доступа к книгам было бы все-таки не криминальным, а именно вот законно поддерживаемым законом. Поэтому моя точка зрения на развитие, каким должно быть авторским правом, она работает на более облагораживание моделей и более открытом доступе к книгам. Не совсем согласен, но опять же, она не позволяет тем, кто зарабатывает на книжках, продолжать зарабатывать ровно столько же и дает нам доступ ко всем остальным книжкам, на которых заработки прекратились. Я вот за такую модель открытого доступа и она сработала бы за нее без партизан, без вот этих бойцов с режимом в кавычках и без необходимости их перекрывать и запрещать. Так, еще тут был вопрос жизнеспособна ли НЭП, Национальная Электронная Библиотека. Но это интересное образование, по которому сперва государство заплатило большие деньги, чтобы собрать библиотеку электронных текстов, а потом приняло законодательство, которое запрещает собирать туда электронные тексты и запрещает предоставлять доступ нашим читателям. А насчет жизнеспособности у нас в стране очень много всяких этих самых казусов и коллизий правовых, общественных и так далее. Но НЭП одна из них. То есть пока за них платят деньги, она будет существовать. Я не вижу причины, почему бы за нее перестали платить деньги. А вот соблаговолит ли наше государство и наши депутаты принять законодательство, которое хотя бы позволит развяжет руки НЭП работать так, как он должен работать, я пока не знаю и не берусь подсказывать. Я же не депутат и в президенты не собираюсь. Я же в кино не снимался. Так. Как в вашей библиотеке расположить свою книгу в электронном виде и заработать автору? В моей библиотеке есть прилагающаяся к ней система SMSDAT. Там может опубликоваться любой пришедший с улицы, зарегистрировать раздел и начать размещать там свои произведения. Механизм, который точно работает для многих, он просто. Надо размещать произведения заинтересующие читатели, собрать свою коллекцию, свою подборку фанов, несколько сотен человек, и общаясь с ней, увеличить ее до нескольких тысяч. Когда у вас есть несколько тысяч читателей, вот просто очередной выкладываемый роман по главам, вы имеете право и возможности, главное, что они будут у вас покупать очень многие из них. Поэтому разместиться и публиковаться, заработать читательское одобрение, и все, они ваши. Торгуйте, продавайте. Значит, адрес смсдат. Там, на этом сайте десятки таких вот умельцев, которые сперва пишут-пишут, а потом бац, и только за бабки. И так, и что тут еще? НЭП головная боль, к сожалению. Но я, как не библиотекарь, с ними очень мало общался, поэтому я даже не знаю, в чем именно головная боль. Они мешают жить или у них там свои проблемы? Но если узнаю, мне любопытно было бы узнать, что там у них, как. Потому что идея была неплохая. открытый доступ к научной переводике, спрашивали меня. Кстати, насчет открытого доступа к научной переводике, совершенно очевидное решение про 100. Как бы научное сообщество должно набраться силами, там, с молодыми людьми, учеными, которые там сейчас двигают науку, и организовать альтернативную систему предоставления научных данных. Научные журналы в той форме, в которой они публикуют, они, мягко выражаясь, ну, что называется, зажрались и стали, как бы, уже, не то, чтобы тормором, но там очень много отрицательных вещей в них полагает. То есть, они там собирают бабки на существование, фактически, там опубликоваться проблемы, а потом то, что опубликовано, прочитать, большущие проблемы. И они во главу угла ставят уже не предоставление доступа к научной информации, расшаривание ее, а выживание, вытягивание денег из научного сообщества. уже давно ученые могли бы создать систему хорошо контролируемого полусам из дата, то есть, систему, в которой научные работы размещались бы и могли бы получать научное цитирование как источник расшаривания информации. Там главная проблема, собственно, у них достоверность и надежность размещаемой информации. В научных журналах есть рецензенты и схема подачи наук. Вот тут она тоже должна быть, она должна работать, но при этом она изначально должна быть заточена под предоставление открытого доступа к науке. Вот, ну, собственно, вопросов Павел Юрьевич вопросов-то больше уже не вижу. Может быть, я на все ответил. Максим, а можете пару слов сказать о своей учебной деятельности? Мы вот с вами еле-еле нашли окошко в вашем графике учебных курсов. Было бы интересно, чем вы занимаетесь еще, кроме, ну, то есть, в основном. Работаю я в учебном центре Hewlett-Packard Enterprise. Это те самые, которые делают принтеры, серверы, и медицинскую литературу компания крупная. У них есть учебный центр, который обучает всякому Enterprise-ному софту, которым Hewlett-Packard тоже торгует. Я там инструктором, преподавателем. У меня каждую неделю в понедельник выхожу группа человек 10-15 учеников, иногда, правда, их бывает двое-трое. я им толкаю учебный курс, ну, например, там, система виртуализации в Сфере, инсталляции и конфигурирование менеджмента, система бэкапа Data Protector версии 10.0, или линуксовская операционная система и сервисы контейнеризации докер на ее основе. Вот такой курс на 3, 4 или 5 учебных дней, когда ты по 8 часов в день людям рассказываешь, показываешь, объясняешь, и они там при тебе это делают. Приехали, обучились, а мне за это зарплата идет. Вот, а возвращаясь вот к этому Миронибусу, да, один из видов обучения у меня удаленный. Я сижу, когда я сижу дома, через броузер, практически, через очень похожий интерфейс, где есть голос, слайды, проекция и чат с моими учениками, я им вещаю, рассказываю все то же самое, показываю вместо слайдов страницы учебников, которые они должны пройти, объясняя, как там все делается и приходят. Так что, вот вся эта система презентации удаленных классов для меня вещь совершенно очевидная. Я тыкался, потому что я знал, какие кнопки мне нужны, но, как всегда, в незнакомом месте все ручки не там, не так, и их надо понажимать хотя бы раз в жизни. Но вообще, говорят, да, я рассчитывал минут за 15 Ну, похоже, что я разобрался худо-бедно. Так что, за прошедшие годы я там раз тут проводил вот что-то типа подобного, общаясь с учащими, со своими, объясняя им то, что там есть. Привычная система. Это работает. Спасибо большое. Я выскажу аккуратное предположение и надежду, что Максим у нас не последний раз. Все-таки наша аудитория это благодатная такая аудитория. Ну, вдруг удастся нам еще его зазвать в следующие годы. Вот, мне лично было чрезвычайно интересно услышать. Я услышал, несмотря на то, что все очень понятно и последовательность вполне понятная, услышал несколько интересных вещей для себя, которые надо бы обдумать. Вот. Ну, от себя еще хотел бы сказать, что кроме приведенной схемы со сканированием 600 ДПИ и так далее, в последнее время развивается схема повышенного картинок и в том числе и изданий в повышенном качестве с гигапиксельными картинками и так далее, это тоже чрезвычайно интересное направление издательской деятельности, потому что это уже, ну, в общем-то, даже не совсем книги получаются, а некая новая медиа, которую тоже надо учитывать. Учитывать-то надо, но сдается мне, что эти огромные картинки специально сделаются, чтобы продукт не помещался в интернет, не качался как файл, а его можно было продавать вот DVD-ком или там Blu-RM как коробочку, сделать насильственно большой объем. А к 600 ДПИ не забудьте добавить, что оцифровка должна быть хотя бы серыми в градациях серого, либо, если это необходимо, то и в цвете. То есть, не ЧБ 300 пикселей, а 600 и серенький как минимум. Да, ну, я хотел бы отметить, что наоборот, те картинки гигапиксельные, которые я вижу, они все в открытом доступе, в частности, вот, например, в Абердинском университете Абердинский бестиарий выложен в прекрасном качестве. Особенно это касается старых красивых книжек с иллюстрациями, руку бесей и так далее. Рассматривать вот эти вот картинки очень часто бывает нужно увеличивать, или там бывает какой-то мелкий шрифт, мелкие эти самые, их надо растягивать. Вот поэтому 300 все просят, иначе потом всерьез работать не получится с этим делом. То есть, надо сейчас делать, чтобы не переделывать всю эту работу. Да, с 600 я вполне согласен. Да, тем более, что сейчас появились хорошие, красивые сканеры, которые быстро это делают. Вот, в отличие от наших времен, когда это было долго и муторно. Ну что ж, Максим, огромное спасибо. Просто огромное спасибо, что к нам пришли, что рассказали, вас внимательно слушала наша аудитория. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Я надеюсь, что запись вебинара у нас появится в ближайшее время на нашем канале, хотя у Мирополиса были проблемы с записями, но я на всякий случай подстраховался и сделал еще и экранную запись. Так что запись будет у нас в любом случае на нашем канале. Ну, на этом у меня все. Я хотел бы пожелать Максиму и всем, кто пришел, хороших праздников. И спасибо ему за ту огромную работу, которую он делает. Ладно, все. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго, друзья. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok